Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Мы находимся на линии 29 павильон 59, итальянские сумки у Оксаны. Делают заказ. Посылки у нас готовы. Пожалуйста. Алла, привет! Немножко покажу вам улицу. Так. Девочки, привет всем! Сегодня у нас суббота. Ролик поговорим, обсудим. Начнем. Ты Алла мне приготовила. Так. Сейчас. Телефон возьму. Начнем с обсуждения. Навроз! Сейчас, очки. Да. Навроз, очки подай, пожалуйста, мои. Потому что я... Очки дай. Очки, очки. Больше ничего. Очки. Оксана, надо на резиночку создать. Не, я же их на работе, то я когда только пишу или читаю. А так дома у меня есть такие. Так. Ну вот, начнем, как всегда, девочки, с комментариев. Раз уж я говорила, да, сразу говорю. Сумки показывать в этом ролике не будем. Так что, кто на это рассчитывает, пожалуйста, вечером посмотрите ролик с сумками. В этом ролике мы обсуждаем комментарии, рассказываем что-то там про кожу, что потом не было. А вот я потенциальный покупатель, а вы тут ничего. А сумки не показали. А сумки не показали, да. Все, день прожит пустую. Давайте. Пишет клиентка, не помню, под каким роликом. Добрый вечер. У меня пять сумок от Оксаны. Все замечательные. Я очень довольна. Качественно спасибо. У меня вопрос к Оксане. Хотелось бы узнать, как вы готовитесь к осеннему сезону? Как обычно выбираете модели? Изучаете ли тренды нового сезона? Будут ли у вас модели хиты сезона под феррагамма? Китайских копий сейчас много, но хотелось бы купить итальянскую. Именно у вас заранее. Благодарю за ответ. Так. И давайте. Сейчас. Следующий был. Тоже я прочитаю. Я их просто вместе объединю. Ну и все. По поводу себестоимости сумок. Недавно узнала, что даже эталонные сумки Шанель по 5000 евро шьют те же китайцы по контракту. И себестоимость сумочек 60-80 евро. У них нет, собственно, производства. Честно говоря, девушка пишет, была в шоке. Вот давайте по двум этим, по двум комментариям. Смотрите, как я готовлюсь к осеннему сезону. Ну, заказываю. На осень более идут модели, более такие тяжелые. Допустим, это буйвол, это идет больше флоттер, это саваж, но сумки более винтажные. Но они более громоздкие, соответственно, цвета. Цвета я иногда... Ну, приезжаем на фабрику. Я вижу, заказчики делают, допустим, да, каких больших цветов, думаю, значит, этот в моде. Ну, видно всегда, лежит гора каких-то сумок больше цветов. Думаю, ну, этот цвет, значит, в моде. Ну, мода модой, можно заказать какой-нибудь модный цвет. Ну, как вот, скажем, да, в этом году в моду вошел вот такой вот розовый, я его называю поросячий цвет. Ну, для меня это как поросеночек. Ну, что? Просто даже я, ну, это, как сказать, когда выбираем сумки, я своему курьеру говорю, возьмите грязно-розовый, ни вот этот, ни поросеночка. Поросячий, он, наверное, светло-розовый. Он не цвет, он бледный, он такой вот. Бледный, да. Он мало кому подходит. Этот цвет очень мало кому подходит. Вот поросеночек такой розовенький, поэтому его всегда, ну, вот, это чисто так вот наши разговорные, ну, мы понимаем, что это за цвет, но я говорю, чтобы был грязно-розовый, только не такой, потому что по видео очень плохо видно, да, допустим, вот так вот. Я говорю, цвет вроде модный, но мало кому подходит такой цвет. Я еще раз говорю, идут более, ну, как в Буйволе, нету, конечно, такого бешеных таких раскрасок каких-нибудь. Здесь выдержанные цвета. Я понимаю, допустим, ну, что заказывают, ну, что наши клиенты хотят. Это классика, и она должна быть на года, мода-модой, но классические цвета, они в моде всегда. Конечно. Их можно, допустим, черные, там, ну... Черные-то вообще базовый цвет. Ну, в Буйволе больше шоколад, коньяк, такие цвета, вот, больше. Они смотрятся очень шикарно, вот, ну, как бы, мне кажется, даже сейчас черные не настолько много берут, как в цветах. Это, как раньше, знаешь, черные в те годы, черные и белые было, два цвета, и все. Ну, черные, да, и они шли, а сейчас белые мы заказываем, ну, вот, то есть это надо все прочувствовать. Белые цвета мы заказываем, ну, то есть я заказываю в зиму обязательно сейчас. Какие-нибудь зеленые, такие травяные нет, белые обязательно, таупо обязательно цвет я заказываю, марма даже можно в зиму заказывать. То есть это потому, что, как сейчас я смотрю, да, куртки, обувь, там, какие-нибудь пуховики, не знаю, пальто, все идет в таких цветах. Так же, как, ну, допустим, таупо цвет, он и к шоколадному подойдет, либо шоколад подойдет к таупу. Ну, вот так вот. Это все, я говорю, так интуитивно сказать, чтобы я там следила как-то от замоды, и там или еще зачем-то нет. Приезжаем, когда на фабрику, я выбираю модель, я говорю, это мне главное, чтобы было наличие карманов, перегородка, ремень, чтобы был подлиннее. То есть когда все это есть, это уже, можно сказать, что модель более-менее ходовая, ее можно продавать. Хотя бы есть что предложить клиентам. Поэтому, если вы видите, в моих сумках, ну, во всех практически, есть карманы, если не считаю, там багеты и том, и карман вшивала я. Ну, вот, просила, чтобы вшивала. Ну, да, с другой стороны. В этот четыре ручки, вот в эту модель. Также я вшивала, ну, просила, чтобы вшивала, ну, вшили нам карман. За это, да, дополнительная плата. Там, тем более, модель, ее, считайте, полностью перешивали. Ну, вот, вшили карман. По поводу модели Ferragama, ну, я поняла, что, как бы, под этот бренд, да, я посмотрела по интернету, что это за сумка классика. А может быть, она, скорее всего, и будет, я думаю. Ну, это будет, наверное, в руке в коже. Ну, пока я их, я как-то и не смотрела их на фабрику. Я думаю, что будут. Будут, конечно, закажем. Модель так, ну, на вид неплохая. Она похожа чем-то на скошенные боков, ну, форма что-то, как у скошенных боков. Вот, какая только там, ну, неплохая сумка. Ну, конечно, как только кто-то шьет. Ну, если будут, то, да. Ну, вот, по поводу второго комментария, что отшивают даже Шанель, там, китайцы, все это. Таких брендов у них, как сказать, нету прям такого производства. Многое в Китае отшивается, все эти сумки брендовые, потому что это дешевая рабочая сила. В Италии есть закрытая фабрика. Ну, она закрытая, Феррагам. Она находится, ну, в этом же районе, там именно закрытая. Там написано, что Феррагнус, Сальвадор Феррагам, по-моему, ну, прям вот это вот, как на сумках пишется, это фабрика. Туда не попадешь. Она под охраной закрытая. Ну, мне как-то, ну, подруга рассказывала, что, говорит, приезжали на фабрики, ну, на премиальные, вот на этим, говорит, на закупку. И мы, говорит, смотрим, вывозят, ну, как у них есть такие тележки, там складывают товар, такая большая тележка на колесиках, в красных коробках, ввозили сумки и в Сеф-Лоран. Ну, ладно, а что здесь мудрить, допустим, где наши эти кошельки? Кошельки, Ювенити. А смотри, вот под винтажом. Вот, вот, клепочки винтажные. Вот эти вот сумки, ой, кошельки. Это же, так же, это же нет своего производства. Вот, вот у этой фабрики, ой, то есть у этого магазина бренда, у него нет своего производства. У тебя бренда известный и очень дорогой, там по 200 евро стоят кошельки, но у них своего производства нет, вот их заказывали как раз-таки на вот этой, ну, на премиальной фабрике. Поэтому заказывают большим объемом. Допустим, еще вот, ну, мне кажется, многие вот такие известные бренды раскручены, да, но они не могут выпускать там, например, ну, вот, сейчас приведу пример. Я, например, была в Белоруссии, зашли в магазин, Бёрк, магазин огромный, все дорого, ну, как, дорогие там и тостеры, и там, ну, кофемашины, там ценники, конечно, бешеные. Кстати, у нас тоже в центре, там они есть, эти магазины. Но, вот, ну, я как бы смотрю, и смотрю, парогенератор стоит, ну, или как гладильная система, гладильная система, наверное. Я знаю, что у меня точно такая же, Лаура Стар. Вот это вот один в один, все вот просто один в один, только там написано Бёрк. Ага. Она дорого, только... А? Ну, фирма разная, да? Ну, понимаешь, как, я так предполагаю, что они заказывают, значит, на вот этой Лаура Стар, потому что они, Лаура Стар, они занимаются более вот этой, только, ну, гладильными вот этими, гладильная у них вся эта, ну, как, системы там, доски гладильные, вот это все. Скорее всего, заказали, дают свой какой-то бренд, потому что я просто смотрю один в один, не может быть, ну, и ценник там дороже на сколько. То есть в Бёрке там стоит цена, что-то, ну, чуть ли... Ну, допустим, если я брала, не знаю, лет 10 назад, наверное, там, 52 тысячи он стоил, то там стоял, ну, это... В прошлом году я смотрела, я не знаю, сколько они сейчас стоят вообще, какая их цена. Ну, в Беларуси, когда я перевела на рубли, хотя они, говорят, дешевле, чем в России, говорит, у нас все, он стоил что-то, ну, 100-100 с копейками. Такой ценник был на него. Ну, то есть, и просто говорю, что хоть бытовая техника, хоть какие-то сумки, хоть что-то, вот на фабрике эти привозят, допустим, образцы, и там все это, все отшивается. Я думаю, что и с брендами точно так же. Просто дадут, могут сделать, но это будет, конечно, они не мне никогда в жизни не дадут, это будет как-то там отшиваться так, что это никуда, это не уйдет. Нет, нет, нет. Этого уже точно никому не отдадут. А так, да, все. Ну, вот приезжала, помню, ко мне подруга, мы поехали, ну, как всегда, на Красную площадь, она была с дочкой, и мы с ней пошли в угум. Вот я смотрю на сумки, ценники бешеные, просто бешеные цены. Ну, несмотря там на какие-то, ну, вот пошив обыкновенный, простой пошив. Я не знаю, ну, если наши сумки поставить, так там буйволиную кожу, ну, там близко, там вот что-то из флотера. Сказать, чтобы было там отшито, прям как-то идеально, прям вот что, нет. Все то же самое, все. Ну, ценник бешеный стоит. Да, не там, да, ценники. Так, еще один комментарий. Оксана, здравствуйте. А разве стоимость сумки не зависит от объема товара? В прошлый раз эта сумка была одна и тоже стоила 5 тысяч. Другие продавцы говорят, что фабрика делает скидку, если заказать больше количества, и сумка стоит дешевле. Это про ракушку под сумкой ракушки. Когда привезли образец, ну, и там люди, конечно, стали возмущаться, что и гречка все там дорозает, типа, ну, объемы, ну... Она хотела, чтобы, если объем получать, то и товар будет дешевле. Так. Алла, как он разблокируется? Господи. Вот, смотрите. Вот фото. Это я делала заказ на фабрике на днях. Вот. Видите, написано везы. Видите? Сдают их такой... Вот это целый короб. Это как раз. Доехали, я смотрю, отшивалось для них сумки. Вот такие же ракушки. Ну, они дают, естественно, свои лейблы. И все. И сумка, ну, отшивают, ставят. Ну, это его личный бренд Везе. Ну, все это отшивается в Италии. Ну, они пишут, наверное, производство Италия. И, допустим... Ну, например, приехала я на фабрику, да, я смотрю, лежит такая сумка. Я говорю, дайте одну образец мне, вот как было это тогда. Сколько? Я спросила, почем цена. Мне называют такая-то цена. Без разницы. Это я выпросила просто тогда образец одну. Мне ее и отдали по той же цене, по которой, ну, я буду заказать. Я говорю, я рассмотрю ее хорошо, потом буду заказывать. Ну, то есть вот так вот. То есть цена идет для всех одинаковая. По поводу того, что кто-то говорит, что делает фабрика скидку, вот можете прям кинуть в него камень. Я вот говорю, как перед Богом вам говорю, ни одна фабрика вам не сделает скидку. Ни одна. Вот это вранье чистой воды. Китайцы, может быть, делают в Китае. Вот я слышала такое, что когда отшивают сумку, допустим, ну, из кожзама, там, к примеру, да, 10 штук на цвет, ну, например, да, сумка там 500 рублей, ой, ну, 1000 рублей, 20 штук на цвет, это образно все, это, ну, я говорю, это я точно не знаю, такое я слышала, что цена, допустим, будет там 900 рублей уже, ну, вот такое, потому что кожзам, это же не кожа. Если кто-то видел вот этот вот кусок натуральной кожи, там надо выбрать вот это, там где-то порезы, где-то что-то, и вот на сумку надо выбрать идеальный кусок, вот где-то кожи, где-то там, кропотливая работа, где-то там, допустим, вырезать это все, где-то, ну, где-то там, я имею в виду повреждения, какие-то дефекты, это их надо спрятать вовнутрь, кожа, этот кусок, он стоит денег. Потом, я помню, когда еще сама летала, вот спорт, вы видите, в каких объемах заказываем его, я помню, подошли к, ну, хозяину этой фабрики, я хотела заказать их что-то около 500 штук, этого закажу. Чтобы сделал хотя бы 50 центов скидку. 50 центов я просила. Нас просто послал он и все. Нет, и все. Я говорила, я возьму там, ну, большой объем, потому что, я говорю, мы даже увидели за лето, сколько мы их получили за лето, так что 500 штук, это ходовая модель, это ничего, более там, ну, отшить, на отшив, просто-напросто, он вот так вот отмахнулся, и все. Ну, никуда не делись, естественно, ну, там, ну, с моим, вот, курьер, со мной всегда ездил. Забрали. Переводчик. Мы не забрали, мы их заказали. Мы на заказ хотели отшить. Это было еще, когда я сама летала. И поэтому скидки никто делать не будет. Единственное, могут модель под сток пустить. Тогда они вам, ну, сделают скидку, как мне вот на эти наборчики. Либо, либо, как я помню, когда начинали с премиальной фабрики, работа с премиальной, у нас были сумки, ну, дешевле. Кесеты, там еще, по-моему, какая-то модель, ну, была дешевле, потому что ее пустили под сток, там стояло чужое клеймо. Они говорят, хотите, заберите ее, ну, никто из европейцев магазин для себя не купит. Бывает, что отошьют побольше, клеймо там поставят, или какая-то сумка Токио была. Ну, это для Японии отшивалось. Там вообще стояло полностью все, ну, ну, вот это вот бренд был. Конечно, я их забрала с удовольствием, там только в синем цвете она была. Ну, у нас она разлетелась, так мне ее отдали, намного дешевле, чем она вообще стоила в закупке. Поэтому, если кто-то говорит, что фабрика делает скидки, никогда в жизни никто их вам не, ну, никто никому не делать не будет скидок. У них настолько мизер заложен в эту работу. Вот, вы видели, я показывала видео, ну, не видео, а фото. Вот видите? Кстати, вот эта сумка будет у нас. Я выпросила купить вот этот сырец. Видите, как вот это все, есть видео, где это все плетется вручную. Есть у нас в телеграм-канале, вот это сидит, ну, женщина и вручную все это плетет. Вот это, это на винтажной сумке, ну, то есть, вот это все-все плетение, где оно у нас, вот оно, для такой сумки, допустим, все это плетение идет, вот эти вот, весь винтаж, вот это вручную плетется. Там столько работы, а сумки по факту-то, они стоят копейки. Даже вот мы продаем, ну, как, вроде бы для кого-то и нет, ну, если посчитать, сколько стоит кожа, сколько работы туда вложено, ее продают за копейки. Это не такая уж большая цена. У нас, допустим, я тоже не делаю никаких скидок, потому что у нас идет совсем зазор маленький. Если их в магазинах продают, например, там, продают их, ну, я знаю, по 36, по 20 тысяч продают, ну, конечно, им выгодно, а нам куда? Я, например, ну, если цену я не поднимаю, то это идет уже, это, как сказать, минус идет от меня. Меня еще меньше, я зарабатываю на этой сумке. Но я еще раз повторяю, ни одна фабрика делать скидки не будет. Вот это вот, я не знаю, что за лапшегонство, и кто такие вещи вообще говорит. Ну, поэтому, хоть сколько, и еще смотрите, если логически подумать, заказывать сумки, вот, когда работала я, ну, я по четвергам обычно работаю, они не очень-то любят, когда заказываешь большой объем. Им это невыгодно. Объясню даже, почему. Вот, я говорю, это те, кто работает напрямую с фабриками, они должны это знать. Если вы заказываете, ну, я уже делаю цветов чуть побольше, он уже начинает нервничать. Ну, например, смотрите, почему невыгодно? Ему надо закупить сырье, ему надо отшить большой вот этот объем для меня. У них очередь расписана на два месяца иногда. Бывает три недели, то есть там бесконечно идет поток, чем я буду заказывать 300 штук, к примеру, да, ну, вот таких вот сумок в разных цветах. Ему выгоднее мне отшить 100 штук, еще кому-то 100 штук, еще там кому-то, и он клиентов не теряет. Он мне отшил быстренько, я приехала, их забрала, продала, то есть, то есть он вкладывается меньше, меньше денег вкладывается в сырье, чтобы закупить, как для меня, да, столько кожи, я там по всему каталогу пройдусь, а мне такой-такой надо цвет. Ему надо закупить столько кожи. Это вложение денег идет в это сырье. Он будет отшивать, бог знает сколько времени, этот товар. Это деньги просто заморожены. Ему выгоднее отшить поменьше объем, я их быстрее заберу, и он будет шить, и он клиентов не теряет. То есть, поэтому я говорю, тот, кто говорит такие вещи, он просто не понимает, он не работает то ли напрямую с фабриками, то ли что, ну, потому что там этого нет. И они нервничают, я говорю, когда много начинаешь, ну, расцветок, хотя вот кажется, что там, наоборот бы казалось, ну, потому что, почему берут иногда 10 штук на цвет, ну, я там по 8 могу уговорить некоторых моделей, я говорю, продам, еще закажу, очень-очень упираются, хотя бы 10, потому что остаются, если какие-то там такие цвета, ну, такие, допустим, да, ну, черный, понятно, цвет более ходовой, белый, это кожа, может, эти обдувают, такие какие-то расцветки, очень много остается, ну, кусков кожи, нитку надо закупить, еще, молнии эти надо закупить, такого цвета, поэтому, работы очень много, невыгодно, это ручной труд, ручной труд, кожа, вы видели, плетется, это все вручную, вырезается, да, есть специальные ножи, но это вручную, надо выложить, вот эту вот кожу, чтобы, допустим, была там идеальная спинка, чтобы не было никаких порезов, там ничего на этой коже, все это выкладывается, ножом пробивается, потом все это сшивается, да, если какие-то изъянчики, их будут убирать, вот, либо, там, плетение, либо куда-нибудь сюда, или на дно могут убрать, ну, а куда-то ж надо деть, иначе сумка будет стоить, вообще-то, до бешеных денег, я говорю, каждый, там, дециметр стоит денег, и кожу как покупают, покупают ее, там стоит, ну, пример, код, все, сколько, ну, как бы, стоит печать, на каждом куске кожи, вот, поэтому, я говорю, ни для кого, это невыгодно отшивать большим объемом, не хотят, потому что потеряют клиентов других, там постоянно у них идет поток, то есть, они не сидят без работы, они просто не просиживают, поэтому ваши их, там, 500 штук, что вы закажете, или там, 1000 штук, это неинтересно, когда я заказываю, ну, вот, всегда я там удивлялась, когда заказывала буйвол полукруг, то есть, я там могла по 100-150 штук на цвет заказывать, он тоже всегда, он прямо вот, ну, я говорю, почему он всегда нервничает, тонул своему курьеру, говорю, не знаю, говорит, такой объем, говорит, заказываем, он говорит, я вам сразу не буду, я говорю, мы просим, можно побыстрее отшить, нет, сразу не буду отшивать, вот, говорит, у меня заказ, брим, еще куда-то, туда-сюда, я, говорит, ну, сразу, говорит, вам все не отошью, 50 штук, или там, по 20 штук на цвет, и ему буду отшивать, вот этому, параллельно, чтобы не потерять клиентов, то есть, постепенно, вот стоит там у меня на 500 штук заказ, вот он в течение трех месяцев, говорит, я вам их отошью, ну, вот так вот, частями, да, вместе с этим, параллельно, чтобы и тому обидно не было, и этому, потому что там вот такие списки у них, у них списки, у них вот эти, вот такие вот тетради, и если, например, как на премиальной фабрике, как он, говорит, у него вот эти, хозяин этого бренда, Time, вот он, ну, он, говорит, набирает, там, что-то около двух миллионов евро в год, ну, там объемы, там вот такие горы лежат в сумах, там по 700 штук, одной модели может отшить, это дорогой вот этой кожи, ну, и мы уже там, как бедные родственники, я говорю, ну, мне таких две, таких три, там отшить, ну, они уже, как, ну, к нам относятся, нормально, ну, потому что мой курьер с ними общается, я говорю, мы-то как бедные родственники, тем более иногда забираем вот эти вот сумки, те, которые европейцы не купят, потому что стоит чужое клеймо, а мне наоборот нравится чужим, я иногда даже прошу, чтобы ставили другое клеймо, говорю, мы в России далеко, никто не узнает, там все такое, поэтому от объема ничего не зависит, наоборот, они больше даже нервничают, я вот помню, на одну фабрику тоже заехали, телемодели три заказывала, ну, вот перед как раз таки, перед осенью, такие вот на отшив зимние цвета, нам уже, я говорю, а что, ну, как, цена, спросите, ну, так, заказали, объем хороший, записал, все, я говорю, цена, говорю, почем будет, и он сразу поднял цену, там, на евро, на один, я говорю, стоп, я говорю, цена-то была, ну, другая, всегда заказывала, и мы начали возмущаться, вот, там наоборот, чем больше объем, тем может, ну, я не понимаю, как бы, то есть, значит, можно что-то урвать, что-то это, и мы решили, я говорю, я больше большими такими объемами даже заказывать не хочу, лучше по чуть-чуть, то есть, отошвет, продадим еще, ну, да, потому что у них сразу глаза там округляются, или что-то, да, или там приезжаем, тоже в магазин один, сумка, да, к примеру, ну, так смотрим, берите, берите там, ну, отдам там, ну, например, да, я знаю, что она стоила где-то 55 евро, сумка винтажная, я говорю, почем, она, отдам, говорит, ну, чуть-чуть там, ну, за 50, тут это, вроде бы, ну, как, я говорю, ну, говорю, возьмем цвета, ну, пошли, приходим, говорит, в кладок, где-то там, вот склад у них, что-то этот, мой курьер, я говорю, возьмите этот, этот цвет, все, у нее уже цена выросла, она нам уже ставит 53, я говорю, бросьте, говорю, не надо, не хочу, даже, он, говорит, хоть на диктофон, говорит, все снимай, говорит, ну, сначала одну цену, если только видишь, что начинаешь набирать, ага, это вот есть категория, значит, модель уже, то есть, как это, требована, такая, зачем я буренка, тебя продаю, такая, корова нужна самому, вот из этой, понимаете, вот так вот себя ведут, странновато немножко, но я говорю, всему есть логическое объяснение, я говорю, никто, никто никогда не сделает вам скидок, я потому что заказываю напрямую на фабриках, я это знаю, никто, могут сделать, если, допустим, приезжает мой курьер, и раньше, когда я сама товар забирала, стоит чек, ну, отшили, все, стоит чек, да, 5 тысяч, 862 рубля, евро, они могут этих 2 евро вам сделать, кое-как, это ты будешь их там упрашивать, если они вам сделают 12, то это будешь герой Советского Союза, кто их уговорил на такую скидку, от вот этого, от общей суммы, то есть, понимаете, получается, что я набираю на 500 тысяч, и мне делают только 1200 скидку, вот если вам на рубли перевести, вот да, и то будут вот прямо так, или там какие-нибудь там 50, ну, 1 евро, знаешь, там лишний идет, там, или 3, вот это они могут, и то, ну, я знаю, что моему курьеру делают, наверное, вот такие вот, ну, как, по 2, по 3 евро, и то не каждый, некоторые упрутся так, что даже вообще, это от общей, от общей суммы, то есть, это вообще ничто, да, ни о чем, конечно, притом, я говорю, на большие очень объемы, если ты там возьмешь чуть-чуть, так это даже иди и не разговаривай, никто с тобой говорить не будет, поэтому ни скидок никто не делает, ничего, скидки можем сделать только мы, вот я говорю, почему я и не поднимаю цену, и не опускаю, когда евро был пониже, у меня цена была 8500, сейчас евро такое, у меня цена 8500, я прекрасно понимаю, что это вот такие вот скачки идут, я знаю, что тут как один раз написали нам, доллар упал, ну вот, там был комментарий, а вы все цены, где он, вот сейчас поднялся больше, чем, надо уже больше, больше 101 уже евро стоит, ну это мы от евро работаем, уже вот, отправка была по одному курсу, буквально через неделю уже, совершенно другой курс, это вообще просто, ну что-то никто не пишет, таксада под дебютицеду, евро же поднялся, поэтому, и почему еще не поднимаю, я вот эти, я говорю, качели, вот эти какие-то скачки, или горки там не хочу, мне надо, чтобы, допустим, кто-то, у меня есть постоянные клиенты, что раньше они покупали сумки, там по 8500, почему кто-то должен купить, там ее вот дешевле, либо дороже, потом сумка подешевеет, к примеру, из-за евро, да, ну, кто-то человек купил ее по такой цене, будет обидно, и неприятно, поэтому, цена вот держится такая, и все, то, что евро большой, это я иду себе, где-то даже так, убыток, то есть, это, вот такие идут сейчас заработки, по этому курсу, но цену не поднимаем, потому что, я объяснила уже, почему, чтобы не было вот этих скачков, и для клиентов, постоянно, чтобы не было вот этих, никаких обид, что вот, потому что здесь постоянно покупают, мы увидели новую модель, да, купили все, но акция сюда никаким образом не относится, поэтому, скидок, никто не делает, и по поводу еще, здесь тоже самое, девочки, никогда не просите скидки, пожалуйста, цена уже, это ложная, потому что приходят, вот две сумки возьмем, а для подписчиков, для всех цена одинаковая, хоть для оптовиков, хоть для подписчиков, для всех, единственное, если только, какие-нибудь залетные клиенты не зайдут, тогда для них будет цена другая, у нас для них розничная совершенно другая, да, вот сегодня брала розницу, у нас три сумки, в розницу, они брали рюкзак дорогой, ну, там, рюкзак, который стоит 9500, продали за 11500, они брали три дорогих, ну, то есть там по 2, по 3 тысячи на единицу им накинули, они отдали деньги, да, за три единицы, ну, 40 тысяч ровно вышло там, все, все это отдали и все, поэтому, дальше, дальше едем, дальше, сумки на садоводе лучше, Оксана стала хорошо выглядеть в кадре, но это, но этот многолетний бардак, бардак с души воротит, и зачем эти распаковки из коробок, ничего не видно, руки, ноги, и шабан, то наврус, это, это, снимайте красиво, ну, тут клиенты написали, конечно, если вам не нравится, не смотрите, гадости писать не надо, желчную не выливайте, это пишет одна и та же клиентка, ну, сейчас я дальше прочитаю, по поводу, ну, давайте я все почитаю, потом будем обсуждать, да, чтобы было, давай, потом по другим роликам пишем, ну, и клиенты ей написали, говорит, снимите вы, а мы, говорит, посмотрим на ваше творчество, ну, то есть, нечего там типа писать, все, и вот она дальше пишет, на следующий день, пока сумки увидишь, и весь срач рассмотришь, и шуршание всех пакетов, это как раз было, когда снимали ракушку, у нас было три человека, то есть, я вам сказала быстренько, уберите, а потом я буду показывать, ну, давайте, и шуршание всех пакетов переслушаешь, почему вы так не уважаете покупателей, зачем нам это бесконечное шуршание и ваши разговоры, кому нам, вот я что-то не увидела, что кто-то поддержал вас, да, там девочки отписались, и нам нравится шуршание, нам нравится, там, понимаешь, что вы тут, большинство девочек, что поддерживаете, потому что, ну, правда, спасибо большое, потому что вот этот вот, ну, какой-то, ее в одну, под одним роликом ее там кышнули, она пошла дальше, под другие не писать, под новыми, так, ну, тут пишут, ну, не смотрите, в чем проблема, смотрят те, кто ждет свою сумочку, она, ну, тут тоже девушка написала, мне нравится, как открывают коробку и шуршат пакетом, она пишет, отвечает им, наверное, для вас и шуршат, срач вековой, тоже нравится вопросительный знак, потом, и тут же она другой клиентке отвечает, ждать, ждать можно, и когда красивая съемка, и нет лишнего шума, приятнее ожидания, не находите, так, дальше, сейчас еще посмотрим, так, 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 ну, по поводу этого, что я хочу сказать, по поводу, вы видели в начале ролика, я показывала, что значит вековой срач, ну, во-первых, срача здесь нет никакого, улица протирается каждый день, я показала, там стоят коробки, на коробках стоят портфели, дальше висят рюкзаки, каждое утро, Алла убирает павильон, вот здесь вот лежит, у нас ступеньки идут, вот эти сумки верхние, они стоят на самой верхней ступеньке, под ними там нет ничего, они, ну, одни единственные, вот она стоит, видите, там ступеньки, здесь винтаж идет в цветах, модель, цвет, модель, цвет, потому что приходит клиент, мы не можем, то есть, мы не можем делать, например, винтаж весь вывесить, просто место не хватит, тут стены рухнут, у нас же идет, то есть место-то тоже ограниченное, каждое утро Алла убирает здесь, Навруз убирает улицу, чистит, потому что пыль, вот вы головой подумайте, как можно не трогать улицу, не чистить, это пыль, это будет грязь, вот, я не знаю, я живу на 13 этаже, вот, открыты окна, ну, на лоджии, смотришь пыль, протрешь через два дня, опять вот такой слой, 13 этаж, а здесь улица вообще, клиенты, плюс, наверное, продажи, постоянно клиенты трогают сумки, там все это, смотрят, как можно, как они могут быть пыльные, или еще что-то, половина улицы после работы заносится сюда, павильон, жалюси закрываются, потом утром все это опять-таки вывешивается, протирается, какой срач вековой, господи, уже хотя бы, хоть бы думали, что пишут, им кажется, знаешь, что здесь не убирается годами, да здесь за день, вот так вот перевернут, все, просто вот эту витрину, Алла, я знаю, даже несколько раз в день ее поправляют, ушли клиенты, раз-раз быстро поправили, опять толпа зашла, все, эту, 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 снимите, опять все, смотрю, все, конечно, все перемешается, потом опять начинается, векового срача нет, это точно, так я говорю, витрина вытирается, убирается, постоянно, делать какой-то там павильон, двойной, мне нафиг, не надо, ты уже не раз говорила, это негативно, я лучше акции сделаю, и по поводу, допустим, акций, мне клиентка одна прислала, прислала фотографии, магазин Рикер, говорит, Оксана, смотрите, это для тех, кто возмущается, что-то, сумка, пчелка, вот, ну, когда говорят, что модели там какие-то старые в акции уйдут, нет, стоит новая сумочка, пчелка в магазине Рикер, маленькая, которая у нас под 2500 была, и которая у нас в акцию пошла, которая у нас была, пошла в акцию за 3800, там стоит она 9 или 9 с копейками, а это, по-моему, 750, у нас она по 2500 была, вот, их продают, очень даже хорошо продают, по таким ценам, три раза цена идет дороже, и вот это вот, по поводу шуршания пакетов или что-то, у меня в месяц выходит больше 30 роликов, больше, не нравятся распаковки, смотрите, вот, по субботу, сегодня будет ролик, показываем просто про сумки, не распаковки, а как еще снимать, как, не нравится, еще раз говорю, не смотрите, у людей, он выходит, раз в месяц ролик, и нормально все, живут как-то с этим, у нас я говорю, каждый день, иногда в день по два ролика, и все мало, и все не так, и все это, мне что вы, сейчас сделали мне замечание, мне надо бегать, сейчас нанять оператора, стилиста, визажиста, там, фотографа, чтобы вы сидели, и вам было красиво, комфортно, приятно, меня так устраивает, даже если что-то не устраивает, по-другому никак, все мы знаем, как правильно, как получается, тут бывает, ролик снимаем, тут еще у нас администрация, частенько нас, быстро делайте, убирайте эти коробки, убирайте коробки, делайте эти распаковки, то есть у нас здесь клиенты, пока клиенты в правиле, мы не можем делать, потому что нам надо всем, выйти, ну, делать эту распаковку, быстро развязывать эти пакеты, вот я, допустим, да, держу эту, палку эту селфи, с телефоном, телега едет, тут вроде бы отойдешь, там же проход узкий, едет эта телега, там тебя чуть не сносишь, бежишь, чуть не падаешь на эту коробку, это же вы этого, ничего не видите, конечно, дальше стоим, что-то я рассказываю, делаем уже распаковку, ну, я рассказываю там, допустим, да, ну, показываю там сумку, вот так, вот так рассказываю, вижу кто-то там в стороне, уже все, нацелился, он что-то видит, какая-то суета, ну, тоже, да, и тут стоит, допустим, Алла с телефоном снимает, тут стоит там шабан, и вот видит эту щель, вот просто глаза бешеные, вижу цель, не вижу препятствий, набежит к этому коробу, я еле, вы этого тоже не видите, я еле успеваю вот так вот поставить руку, просто я отодвигаю, она убирает мою руку, все, я начинаю сбиваться, что я хотела рассказать, все, вот понимаете, это я уже стою, в каком-то ступоре, поэтому, по поводу шуршания или что-то, вот если потенциальные клиенты, они покупают, и без проблем, даже покупают, только фото, выкладываем в телеграм, сразу мне вот эту вот, эту сумку, они даже не дожидаются видеороликов, и никому не мешает шуршание, и никому не мешает шуршание, ни ноги, ни руки, ничего не мешает, хотя бы так я показываю, подготовиться, вот как можно подготовиться, до кролика, оксана, а как без рук делать распаковку, пускай объясни, ну, если такая умная, пусть придет, может, поучит нас, ну да, научимся, или хотите, может, мне снять там, студию, профессиональный, да, пойдем сейчас, стилисты, я говорю, пойдем по магазинам вещи, моделям выбирать, да, и так многие делают, визажистов нанимают, так сумка стоит, извините, по каким ценам потом, чтобы, я знаю, кто так делает, но эта сумка стоит в раза два, три дороже, все это стоит денег, оксана, если бы мы получили пять сумок, да, и визажист, и стилист, это мы могли бы преподнестись красиво, но у нас приходит короба, вот такой вот идет короба, этот поток идет, объемом таким, я говорю, нам некогда, мы выбрали там свободное, да, там все, клиенты только чуть-чуть, так это, ну, вроде бы подготовились к съемке, раз зашли клиенты, еще, еще, ну, я стою уже, жду, тут еще заказы параллельно принимают, вы видите, сколько там посылок, тут все, клиенты вроде бы разошлись, я говорю, быстрее давайте, вот этот вот, да, перевернута витрина, давайте быстрее сделаем съемку, пока нет клиентов, сейчас опять найдут, мы не сможем, а это три человека стоим снимаем, да, я сказала, я Аля и Наврузу говорю, перед роликом, я говорю, сначала сумки уберете, потому что я стою с этой камерой, думаю, сейчас придет к нему из клиентов, или Алла, или Навруз, надо будет отойти, ну, то есть, или там на склад подняться, поэтому, а я уже потом как-нибудь их покажу, расскажу, можно есть такое перемотка, раз перемотали, вы видите, что убирают, перемотали, посмотрите, конец ролика уже, все там, где я показывала эти сумки, а то я говорю, как, так прямо шуршание, прямо все мешает, ну, не мешает, не смотрите, не покупайте у меня, вот, или вы беспокоитесь, что я обеднею как-то, если ролик некрасиво снят, меньше купят, вот покупала я тут шабану в семью, на подарок, ну, бытовую там одну технику, посмотрела, на одних сайтах, цена, там, ну, как, почитала характеристику, ну, я знаю эту фирму, все, почитала, вроде бы, все меня устроило, давай искать по цене, цена 80, 100, 140 тысяч, 120 стоит, на разных сайтах по-разному, привезем курьером бесплатно все, где такие ценники стоят, курьером бесплатно привезем вам все, 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 фотографии красивые, естественно, полезно искать, где подешевле найти, через какие-нибудь, ну, нашла, там, 71 или что-то было, ну, позвонила, они говорят, да, все можно, ну, интернет-магазин, вот так, даже и пакеты у них свои, курьером, написано 450 рублей доставка, в пределах, ну, когда все хорошо, они говорят, это, это крупногабаритный, ну, курьер, давайте 650, ну, я думаю, 650 вроде бы, даже ничего страшного, не проблема, дешевле, да, это дешевле со 140 тысячами, все, вечером, человек привез, так, фотография стоит скромненько, без всяких вот этих вот видеороликов, просто фотографии, описание, все, ну, цена, мне это нафиг, не надо там какой-то, или я что буду от них требовать, а что у вас на сайте, так все скромненько, вон у других там, посмотрите, как все, так там и цены другие, чтобы дорого продать, это надо поизвращаться, чтобы, ну, преподнести это все, так что, а, еще хотела сказать по поводу, у нас вот есть клиентка одна, она очень, покупает много, и крокодила у нас покупает, она приехала с таким вот рюкзаком, он у нее в рыжем цвете, вот такой рюкзак, я говорю, он какой-то прям красивый у вас, такой, потому что прям блеск у него, ну, красивый, она говорит, я, ну, намазала, вот я даже записала, как она намазала, норковый жир, это русские корни, не вазелин, то есть она говорит, ну, я вот сама, то, что я видела, то, что я услышала от клиентки, именно, чистый норковый жир, которым, говорит, руки, ну, я, это как вы руки машите, не так, что раз, ляпнули, нет, она говорит, руками растерла а потом так вот руку вот так вот помазал сумку но вазелином норковым я испортила сумку надо посадила пятно именно вазелином а вот именно вот норковый жир она как вот руки дитва стерла чистый лет и там ты видела которые они очень красиво они уже покупали еще вот эти хилбери покупали сумму не рыжий я на улице сижу какой-то он у вас прям такой облюблен такой красивый буду прям аж там нереально прям цвет такой я бы не взяли тоннаж вот так и так ну за что купила зато и продают то есть я сама видела на и приду пределами вот именно от вазелина год осталось для темное пятно интересно даже мне стало что это за норковый такой но как она объяснила ну вот он чисто я еще раз говорю потому что как некоторые там советуют кремами еще все в кремах как чего только нет какой-то косвение много всего поэтому естественно это очень вредно надо это вот именно на год я стала одну испортила вторую попробовала да все хорошо и прям игрон такой добротненький так еще такое кто-то спрашивал меня про полукруг когда я говорила что и у тебя у аллы цвет шоколадный полукруга шоколад шоколад у меня на покупатель не покупает это все подарки ваше ты алла покупала нет нет мне подарили это ну а ночью имеет залезла выбрала какой понравился у меня тоже такой в шоколаде поэтому алла глянцевый себе я глянь сделала надо выбирала глянцевый да поэтому все довольны всем у меня я говорю полукруг сама себе сделала подарок сама себе я редко я сумочница но я сумочница я говорю я вот если видите фотографии я все я больше люблю вот это вот как отшивается и чего отшивается поэтому для вас девочки это тоже вы видели фотографии какие-то видео пытаюсь вот что-то ну на фабрике что-то вижу интересно мне нравится я думаю многим клиентам тоже это нравится я поэтому скидываю это все чтобы вы тоже это видели как это плетется вручную почему вот так почему вот так чтобы все все вот я говорю мои клиенты многие уже про кожу знают от и до ну я хочу чтобы это знали поэтому ну все подытожим кто-то не надо слушать того кто вам говорит что делают скидку это неправда у нас я говорю все идет прозрачно вы видите сколько мы получаем примерно видите сколько мы продаем да в павильоне вы не можете видеть там оптовиков или там розницы ну по отправкам мы всегда допустим показываем и сколько получаем вот этого лапшегонство получили там мы 50 коробок вот-вот модель ну я просто знаю что некоторые какую-нибудь сумку вот продали получили следующий ролик вот продали получили ну это все слова где где факты все должно быть подкреплено какими-то факторами у нас вы видите что получаем когда получаем я иногда добираю увидите да вот там игрую два цвета получили вот как пряжку получали в двух цветах ну мне там она врус составляет список этих надо 20 это закончился тау и рыжий цвет все хорошо лишнего нам не надо сейчас надо работать очень очень аккуратно очень аккуратно бывает день я езжу только по доборам первый список фотографии по цветам залезли на склад остатки поселишь какой цвет нужен и вот каждый день пишем на этот цвет продался этот продался вы буду там если будет ну конечно что-то там закуплю фото из клиентов у меня спрашивает а будет еще повторить такая сумка не там такой да я также ну смотрю заказываю ну вроде бы все рассказали все показали девочки пишите ваши комментарии очень интересно так что что вы обо в чем этом думаете и по поводу я говорю по возможности будет что-то интересное на фабриках буду теперь надо почаще просить свою потому что и дам кстати вот это для тех кто сомневается сейчас увеличу вот вот этой фотографии в телеграме еще это посмотри это газовый баллон пожалуйста на итальянском там написано так что это для тех кто это китай это там то это все следующий раз надо что-то там сфотографируют а у них часто не стоят прикалываются там упаковками вода и всякое вот это вот высокие для себя покупают они пьют прям упаковками ну на фабриках они часто когда я летала угощать постоянно водичкой такое все именно на итальянском судам все что угодно можно сделать сфотографировать так что все девочки всем пока 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 пока